Свести к минимуму риск заражения. Эта задача не только для медиков, но и для коммунальщиков. Работники в подъездах обрабатывают все, к чему прикасаются жильцы. Домофоны, дверные ручки, выключатели, перила, почтовые ящики, плюс лифты. Ежедневно с 8 утра до 5 вечера. В качестве Д-средства используют полидез. Вот такой пульверизатор – одно из главных орудий работы. С его помощью дезинфицирующее средство распыляется на мелкие капли, что позволяет обработать каждый сантиметр подъезда. Весь процесс занимает 10 минут. И так каждый день. Еще один проверенный способ борьбы – генератор холодного тумана. Он в несколько раз эффективнее распылителей, благодаря мельчайшим размерам частиц, которые более равномерно покрывают поверхность и действуют на большей площади. Дезинфекция происходит сагасно к графику, утвержденному алгоритмам. Но иногда дезинфекция у нас проходит чаще, чем установлено графиком по просьбе граждан. Потому что к нам обращаются люди в ЖЭО, на предприятии. Когда они узнают, что сосед заболел ковидом, они просят провести дополнительную дезинфекцию. Мы никогда никому не отказали. Персональный антиковидный душ в расписании и общественного транспорта. Утром, днем и вечером в троллейбусном парке специалисты проводят дезинфекцию. Особое внимание уделяют поручням, сидениям и стеклам. Это самые популярные места сборов микробов. Мы обрабатываем полидезом. Идет 50 грамм 10 литров воды. Мы работаем вдвоем, поэтому надо темп и скорость 20 минут. Еще до появления COVID-19 общественный транспорт обрабатывали только в автопарках. Теперь и на конечных остановках после каждого рейса. Это примерно 7-9 раз за смену водителя. Профилактика включает и меры личной гигиены. Водители обеспечивают запасом одноразовых масок и антисептиками. Ежедневно каждый троллейбус, выезжающий на линию, проходит данную процедуру с сертифицированными средствами. На текущий период это полидез. Далее силами водителей троллейбусов на конечных остановочных пунктах, это по маршруту номер 1 каждые 30 минут, и по маршруту номер 2 каждые 40 минут данная процедура повторяется. Кроме того, в салонах троллейбусов есть антисептики. Через каждые полтора часа проводится проветривание не менее 10 минут. Созданы все условия для безопасных поездок, но не стоит забывать и о личной ответственности. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и антиковидный этикет. Ведь наше здоровье в наших руках.